Продолжение следует... Продолжение следует... Но, тем не менее, мы перешли в формат круглых столов. Это некая промежуточная стадия по отношению к завтрашнему дню, потому что сегодня круглые столы посвящены довольно крупным и масштабным проблематикам. А завтра около 40 круглых столов будут предоставлены для обсуждения уже по-настоящему конкретных, довольно узкоспециализированных тем. Я надеюсь, что все успели перекусить. Для наших иностранных гостей расскажу о том, что по старой русской традиции в крестьянских семьях, когда нанимали работника на работу, на сезон, то сначала его усаживали за стол и кормили его до отвала, наблюдая, сколько он в состоянии съесть. Если он съедал очень много, то такого работника нанимали с уверенностью в его возможностях, и, как правило, это его не подводило. Как говорили незабываемые герои популярной в Италии и в России сказки, кто хорошо ест, тот хорошо работает. Вот для нас настала пора хорошо поработать. Начинаем заседание нашего круглого стола, который посвящен борьбе с новыми угрозами безопасности и вопросам баланса верховенства права и полицейской эффективности. Я на правах модератора скажу несколько слов, как бы поясняющих сформулированную повестку для обсуждения. И я буду здесь абсолютно пока беспристрастен и не буду претендовать на формулировку даже каких-то выводов, а просто попробовать фиксировать несколько логических точек, сформировав нити логический квадрат, хорошо всем известный. Итак, первая позиция, которая, мне кажется, не должна вызывать никаких сомнений. Мир сегодня сталкивается с беспрецедентными, новыми, никогда не виданными угрозами своей безопасности, которые множатся на совершенно уникальные возможности перемещения информации, капиталов, товаров и людей. Мир стал по-настоящему глобальным, и это, к сожалению, используется также и недобросовестными, и откровенно опасными для добропорядочных людей элементами. Это первая позиция. Вторая позиция. Для того, чтобы с этим что-то делать и сохранять необходимый уровень безопасности наших государств, обществ, мировой глобальной безопасности, мы обязаны предпринимать новые адекватные и, безусловно, эффективные меры. Это значит, что, борясь с изощренными действиями преступников, мы должны применять не менее изощренные меры для пресечения их деятельности. Вряд ли это тоже вызывает сомнения. Далее. Новые подходы к выслеживанию, изоляции преступников, сбору доказательственной базы в отношении них, и в итоге презентации этой доказательственной базы судам, для того, чтобы уголовное преследование венчалось в итоге законным и обоснованным приговором суда, в полном соответствии с принципом верхоменства права, нужно применить новые подходы к оценке этих доказательств. Доказательства тоже должны быть иными, поскольку методы, ответы на угрозы, которые мы с вами обсуждаем, также стали иными. И вот здесь начинается уже некая развилка, потому что дальше начинается вопрос. Последняя констатация, которую я хочу сделать и которую предлагаю принять без обсуждений, состоит в том, что совершенно очевиден, прогнозируем, а подчас уже имеет место, конфликт между соблюдением верности принципа верхоменства права, с одной стороны, а с другой стороны полицейской эффективностью, поскольку никто нас не поймет, если мы, следуя этому принципу, оставим беззащитными мирных людей, наши семьи, наше достояние, наше достижение, нашу цивилизацию. Соответственно, далее мы можем двигаться уже в разных направлениях нашей мысли. Чем нам нужно пожертвовать? Или можем ли мы поступить так, чтобы не жертвовать ничем и сохранить верность принципу верхоменства права, но при этом обеспечить необходимую полицейскую эффективность? Я постулирую следующий вывод. Мы можем либо сохранить видимость верности принципа верхоменства права, а по сути двигаясь в направлении размывания этого принципа и действовать эффективными полицейскими методами, которые не обеспечены необходимым сопровождением в виде нового подхода к оценке судами доказательств, сотрудничеством прокуроров, судей, иных представителей органов юстиции. Либо мы будем страдать от неэффективных полицейских мер, либо третий вариант, на мой взгляд, более-менее адекватный, это попытка все-таки выработки новых подходов к этому балансу. Я надеюсь, что выступление уважаемых спикеров, которые сегодня участвуют в этой панельной дискуссии, а также те, кто присутствует в аудитории, кто захочет высказаться, позволит нам приблизиться к ответам на эти вопросы. По процедуре нашего мероприятия, поскольку у нас немного затянулось его начало, то я предложил бы каждому спикеру ориентироваться на время в 15 минут для не только своего выступления, но и для ответа на два поставленных вопроса. Я предлагаю примерно в 10 минут укладывать свое основное выступление и потом предоставить возможность задать два вопроса, как минимум два вопроса, если такие возникнут. Если возникнут вопросы дополнительные к этому спикеру, то их можно будет задать в конце нашего обсуждения. Если кто-то захочет продать свою часть квоты или целиком эту квоту продать, то это не возбраняется, но имейте в виду, что для этого нужно пригласить нотариуса в это помещение. Таким образом, я предложу выступить всем, спикерам, заявленным по порядку, и затем вернуться к открытой и свободной дискуссии, в том числе с возможностью задать дополнительные вопросы. У меня будет просьба к выступающим. На правах модератора я попытаюсь не просто предоставить слово и представить очередного выступающего, но и сформулировать некий мой специальный вопрос к этому выступающему с учетом особенностей той правовой системы, которую он представляет, либо текущей ситуации в стране или в регионе, которую он представляет. Я убедительно прошу уважаемых выступающих попытаться хотя бы частично на эти вопросы ответить. Разумеется, я с большим уважением отнесусь к той заготовке выступления, которая у вас есть, но при этом хотел бы просить вас хотя бы в общих чертах, но постараться ответить на поставленный вопрос. Ну и последнее замечание по процедуре. Я долго думал, как выбрать из числа уважаемых здесь присутствующих людей тех, кто будет отвечать, выступать первым, кто последующим, кто последним. Я решил выбрать универсальную систему и дать им слово всем по алфавитам. Так что все будет просто, понятно и абсолютно транспарентно. И вот по этому самому алфавиту первое выступление я хотел бы предложить господину Ленни Брюверу, заместителю генерального прокурора Соединенных Штатов Америки. И вот мой вопрос к господину заместителю генерального прокурора будет, возможно, одним из самых таких насыщенных, потому что мне действительно интересно, как сегодня Соединенные Штаты видят свою роль в обеспечении мирового правопорядка и в том числе соблюдение верности принципов верховенства права. Я, конечно, не буду повторять все ужасные вещи, в которых Америку сегодня обвиняют, в том, что она хочет диктовать свои порядки, установить свой режим, выгодный себе на всем земном шаре. Я думаю, что здесь очень много эмоций и не так много может быть истины. Что можно, наверное, утверждать? Это то, что Америка в последние годы, может быть, даже десятилетия, готова взять на себя ответственность за развитие, адекватное развитие человеческой цивилизации, в том числе пресекая некие аномальные ситуации, как они имеют место на земном шаре, в том виде, в котором они видятся, в том числе американским политикам, американским юристам и так далее. Тем не менее, это практика, которая, безусловно, вызывает уважение, когда Америка не боится взять на себя ответственность в борьбе с самыми жестокими, подчас кровавыми проявлениями человеческой дурной натуры, но при этом возникают вопросы по юридической стороне этой деятельности. Не вызывает сомнений, что нужно было ликвидировать активность, подчеркиваю, активность одного из наиболее известных злодеев на планете, но именно таким путем, настигая его в чужой государственной юрисдикции и, по сути, уничтожая его физически без суда и следствия. Правильно ли применять правила, которые сформировались, которые восприняты американской судебной практикой по отношению к людям, которых американское правосудие подозревает или обвиняет в преступлениях, от которых пострадала или может пострадать Америка, и при этом подчас пренебрегать правами об экстрадиции, о договоренностях сотрудничестве министерств и ведомств, судов? Я сейчас говорю даже не в терминах Америки или России, может быть, нужно повести речь об Испании и Новой Зеландии, но вопрос мой таков, нет ли у вас опасения, что претензия на экстерриториальность юрисдикции может привести в итоге к преобладанию принципа сильного и в итоге к торжеству обычая. Один раз поступили так по обстоятельствам, так было нужно сделать, другого выхода не было. Второй раз поступили таким же образом, третий, потом это стало обычаем, по сути стало нормой, которая не имеет позитивного, то есть записанного в законе выражения, но которое, тем не менее, применяется и действует. Ладно, я не хочу, чтобы вы обиделись на мой вопрос, а просто попытались на него ответить по-честному и достаточно открыто. Мы, мне кажется, все заинтересованы в этом ответе. Спасибо. Спасибо, господин министр. Уже на первой панели я сегодня говорил, выступая, что действительно мне очень приятно присутствовать на таком впечатляющем форуме. И отвечая на ваш вопрос, я хочу быть очень четко, быть понятым. Наша вся система, которую мы имеем в Соединенных Штатах, которую мы внедряем в Соединенных Штатах, основанных на том, что мы делаем, что нам необходимо делать. И мы видим, что наши граждане, наша страна видят свои приоритеты, как это было в борьбе с терроризмом. И все это вызывает соответствующие действия с нашей стороны. С другой стороны, конечно, есть история определенных интересов, есть конституция, есть транспарентность в нашем обществе. в нашем обществе. И поэтому это не только транспарентность, которая заключается в разделении ветвей власти. У нас есть президентская, исполнительная власть, у нас есть законодательная власть, Конгресс, и у нас есть независимая судебная система. Все эти ветви равны, они независимы, они представляют собой целый набор сдержек и противовесов, и это не дает ни одной из ветвей власти господствовать над другими, не предотвращает, чтобы они становились слишком сильными. Но в этом балансе вот эта система сдержек и противовеса в этой транспарентности мы принимаем решение. И решение мы принимаем по выполнению наших обязательств, и мы четко об этом заявляем. Господин министр, мы уже говорили, наше правительство говорило, что здесь мы действительно будем делать все, чтобы обеспечить не только нашу страну и мир, безопасность нашей страны и мира. И мы будем бороться и с коррупцией, я уже говорил здесь об антикоррупционном пакте, и мы считаем, что такие международные подходы к борьбе с коррупцией, они очень важны. что касается терроризма, это, конечно, то же самое. То, как мы пострадали от терроризма, дает нам возможность действительно использовать некоторые принципы нарушения экстравитериальной юрисдикции. Я оценю, господин министр, как вы деликатно упомянули об этом случае. Возможно, действительно, это нарушение международного права, мы очень четко это понимаем, и мы знаем, что многие страны в мире, возможно, поступили, даже присутствующие здесь, в таких ситуациях, поступили бы тоже так же в отношении Усама Бен Ладена. И если у нас есть возможность покончить с такой угрозой, ставить возможность вот так точечно с ней справиться, и в результате повысить нашу безопасность, безопасность наших людей, я бы сказал, безопасность мира, может быть, даже безопасность тех, кто сидит в этой комнате, то я думаю, что, наверное, это соответствует в целом принципу международного права. и конечно, в идеале есть исполнительная власть, которая занимается созданием законов, исполнительная законодательная ветвь их утверждает и так далее. Ну и мы, собственно, так и поступаем в основном. И даже по Усаме Беладену и вот этими ударами при помощи беспилотных устройств мы, собственно, принимаем такие решения очень публично их обсуждаем и, собственно, обсуждаем необходимость таких действий. Поэтому, мне кажется, если говорить между сдержками и противовесами и транспарентностью и международным правом, здесь должен быть достигнут такой баланс и мы его пытаемся достичь сами и вместе нашими союзниками. Надеюсь, я вот в целом ответил на ваш вопрос. В чем бы вам виделась перспектива достижения такого баланса? Что это должно быть? Конвенционные механизмы обновления международных конвенций, в которых участвуют все или, по крайней мере, большинство заинтересованных стран, либо двусторонние договоры по конкретным случаям, либо совместные спецоперации. Как вы считаете, нужно облечь форму, по крайней мере, тяготеющую принципы верховеста права и к соблюдению закона, вот эти ситуации, я с вами согласен, абсолютно требующие совершенно радикального и экстраординарного вмешательства со стороны Международных сил безопасности. У нас есть глава уголовного департамента, у нас есть департамент безопасности, и, господин министр, вместе мы, и, понимаете, у нас здесь нет таких, не возникает таких вопросов, что здесь есть какие-то разногласия между верховенством права и защитой нашего общества, как я уже заметил ранее, мы не считаем, что это непоследовательно, что это противоречит, и мы очень полагаемся на верховенство права, мы полностью, так сказать, к этому, собственно, проводим это в жизни, действуем так с нашими союзниками, мы всегда открыты к диалогу, к обменам, мы очень ценим роль наших друзей, которые проводят определенную политику, в общем-то, которые требуются, и национальная безопасность, и такие действия, это также верховенство права, они все идут вместе, здесь нет никаких противоречий, нет между ними конфликтов, что касается борьбы с коррупцией, например, мы считаем, что в некоторых областях мы действительно являемся лидером, других мы отстаем от других стран, например, взятки иностранным официальным деятелям, у нас был такой кризис, как Watergate, который показал уровень коррупции в Америке среди официальных лиц, но в этом отношении мы являемся лидерами в мире и в результате этого как раз к нашим нормам присоединились и другие страны, но мы не хотим действовать в одиночку, мы хотим действовать сообща в духе сотрудничества, конечно, в многих странах приняты аналогичные нормы, в частности в вашей стране приняты соответствующие законодательные нормы борьбы с коррупцией мы приветствуем такие решения. Мы предпочитаем работать с другими странами в духе многостороннего сотрудничества и практически мы всегда так и поступаем, но, как говорил наш президент, будут моменты и случаи, когда нам придется действовать в одностороннем порядке, если мы считаем, что это необходимо, конечно, при соблюдении норм, правовых норм, при соблюдении норм сдержка противовесов, при соблюдении норм транспарентности и обеспечения интересов нашего общества. Спасибо. Может быть, вы хотели сказать что-то по теме обсуждения не в связи с моим вопросом, а другим позициям? Я очень коротко могу высказаться с тем, чтобы мои коллеги по экспертной панели могли также высказаться. Дело в том, что, наверное, мы частично уже эти вопросы осуждали ранее, но я думаю, что верхоменство права развивается в стране и в обществе тогда, когда есть равновесие между ветвями власти и когда обеспечена транспарентность. Я уже об этом говорил утром сегодня. те судебные дела, которые мы принимаем на рассмотрение и расследование, мы максимальную информацию по ним даем на своем веб-сайте, мы пытаемся соответствовать нормам транспарентности и открытости, конечно, всю информацию мы раскрывать не всегда можем. Однако наш президент и я лично считаю, и генеральный прокурор считает, что мы можем одновременно бороться за права личности, за права отдельного человека, за права за свободу выражения, за права индивидуума по свободному действию и волеизъявлению и в то же время можем бороться с терроризмом и преследовать преступников. Я думаю, что это очень важная составная часть того, о чем мы сегодня говорим. Я думаю, что, собственно говоря, мы можем к этому стремиться и две эти задачи мы можем решать одновременно. Спасибо. Спасибо, Лене. Есть ли вопросы в плане Брюро? Нет? Нет желающих задать вопрос? Не бежать. Не бойтесь, он вас никак не обидит и не съедит. А вот. Ну, хорошо, будем рассчитывать, что вопросы появятся позднее. Следующий выступающий Томас Дитман, начальник отдела уголовного права Министерства юстиции Германии. Германия известна как страна безупречного следования нормам, установлением, причем, что нам кажется в России наиболее актуальным для нашего правопорядка, это довольно серьезный акцент на профилактику преступлений, которое традиционно делался всегда в германской правовой системе за счет чрезвычайно мощной административной юстиции, пресекающей как бы на дальних поступах любую противоправную активность и воспитывая людей в духе законопослушания на долгие годы вперед. Хотелось бы знать, как вам видится сегодня эта ситуация, так ли это сегодня в сегодняшней Германии и как вам видятся те вопросы, видите ли вы проблему баланса верховенства права и противостояния новым угрозам, как они видятся вам из Германии. Спасибо. Большое спасибо господин министр от имени госпожи Ллойдхозер-Шнаузера, министра юстиции. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы предоставили мне возможность осветить позицию Германии по этому вопросу. Сегодня не только продуктивность, но и современные удобства и активность развития жизни во многом зависит от высоких технологий. происходит сбой в энергоснабжении, мы уже не можем отапливать свои дома, железные дороги останавливаются, перестают работать холодильники, соответственно, портится продовольствие. если остановятся платежные системы, если не будут работать банкоматы, то сбой может быть столь серьезным, что это будет представлять собой опасность и угрозу для национальной безопасности, но еще более беспокоят возможности проникновения в эти системы преступников и их попытки получить контроль над этими системами. иногда действуют эти преступники совершенно неизведанными путями. В любом случае, мы должны говорить о том, что есть попытки распространения различных экстремистских идей в интернете и немецкие власти пришли к выводу о том, что в Германии 80% исламистских преступников были готовы использовать насилие и они прошли радикализацию в интернете. В интернете распространяются идеи, которые находят свой отвлек особенно среди молодежи. В частности, речь идет о, например, совершении террористических актов террористами и самоубийцами. Конечно, мы не можем допускать, чтобы индивидуумы могли делать все, что они считают нужным. Полиция в интересах общественного порядка иногда идет на сужение прав индивидуумов, но конечно, речь не идет о том, чтобы отслеживать местонахождение каждого отдельного человека, а это было бы возможно с помощью современных технологий и конечно обеспечило бы хорошие результаты в области уголовного преследования, но при этом мы бы охватили контроль большое количество граждан, которые не совершали никаких преступных действий и не хотели бы оказаться под присмотром. Для нас это неприемлемо. Можно конечно использовать современные технологии, но в Германии есть понимание того, что полиция не может использовать эти средства только в интересах эффективности и целесообразности. Если полиция или правоохранительные органы вмешиваются в жизнь граждан, то всегда должна быть правовая основа для такого вмешательства. Конечно, может это различаться уровень вмешательства, частная жизнь человека, но в любом случае такое вмешательство должно быть основано на четких законодательных нормах. Например, такой пример. Конечно, полиция имеет право просматривать базы данных по транспортным средствам для того, чтобы понять, кому принадлежит тот или иной автомобиль. Однако они не для того, чтобы прослушать разговоры внутри этого автомобиля, они должны получить соответствующий ордер от судебных властей с подтверждением того, что такие действия полиции будут обоснованы. Я бы хотел коротко рассказать о некоторых важнейших установках и правилах верховенства закона. Нельзя не использовать какие-то механизмы без того, чтобы не подорвать эффективность расследования. Но в любом случае судья нужно убедиться в том, что какие-то меры предприняты, они известны тем субъектам, против которых предприняются эти действия. В Германии верховенства закона обеспечивается этим, что можно подать касацию и апелляцию на решения, принятые судами Нижней Инстанции. Необходимо соблюдать принцип пропорциональности и достаточности. Кроме того, если речь идет о расследовании серьезного преступления, то тогда можно применить различные методы, но при этом пытки и любые насильственные действия однозначно запрещены. В заключение я хотел бы затронуть еще одну важную вещь, форма терроризма, с которой мы сталкиваемся и серьезные преступления не имеют границ, однако различия между правовыми системами разных государств используются преступниками и террористами в своих целях, поэтому мы должны предъявить все усилия для укрепления международного сотрудничества, особенно в отношении борьбы с киберпреступностью. Понятно, что киберпреступники это глобальные игроки, а мы отвечаем за безопасность наших государств и граждан, и очевидно, что мы должны также действовать на глобальном уровне, в частности речь идет об обмене технической информации, об обмене правоохранительной информацией. От имени федерального правительства Федеративной Республики Германии я хотел бы поблагодарить наших российских хозяев за то, что они предоставили такую отличную возможность обсуждения этих вопросов на этом форуме, каким образом добиться большего прогресса. Спасибо. Есть ли вопросы выступающему? Я хотел спросить, как вы все-таки считаете, как специалист в области уголовного права, как адвокат, понятно, что пытки и физические воздействия запрещены. А вообще бывает такое в Германии, как вы думаете? Бывает такое, что полиция применяет избиение и пытки в отношении людей, в том числе, чтобы заставить их сознаться в совершении преступлений? Ну, вы, наверное, знаете, что был такой случай. вице-президент местной правоохранительной структуры говорил о пытках. Они не применяли пытки, но обсуждали возможность применения пыток. и, конечно, не было никаких правовых основ для таких действий, не было каких-либо судебных действий по этому в этом отношении. Но там задержанный на самом деле похитил ребенка, никто не знал, жив ли еще ребенок или нет. И тогда вот как раз заместитель начальника полиции говорит, может быть, применить пытки к нему. И задержанный сказал, что я вас все-таки отведу в то место, где мы найдем этого ребенка, но ребенок уже был мертв в том времени. задержанный на самом деле обратился в суд с иском о том, что к нему применяли угрозу насилия и даже обратился в Страсбург, но, правда, не добился успеха и его судили на пожизненное тюремное заключение за убийство. Он попытался подать касаться по этому делу, обратился, повторяю, в Страсбург и в Страсбург, но, тем не менее, его жалоба была не удовлетворена. Как вы знаете, в России у нас тоже был такой случай, мягко сказано. У нас таких случаев, наверное, несколько побольше, к сожалению. Но меня интересует опять-таки сама суть вопроса. Я в свое время работал в прокуратуре достаточно долго, и особенно на заре своей прокурорской карьеры я был в хороших дружеских отношениях с полицейскими, сыщиками. Я, в общем-то, делал давнее, выпил довольно много водки с ними вместе, и кое-что знаю о том, как они работают. И вот вопрос мой таков, может быть, ко всем участникам панели, к Лене, может быть, вы знаете об этом тоже. Мы сейчас действительно, в начале 21 века вынуждены оперировать средневековыми технологиями для того, чтобы добиться важного результат. Потому что ведь у полицейского своя правда. Он, как вы совершенно правильно Лене сказали, стоит на защите интересов очень многих людей, в том числе и всех нас с вами. Но в какой степени этот результат может быть обеспечен другими, может быть, более дорогостоящими, может быть, более долгосрочными, более хлопотными, конечно, более изощренными методами, но тем не менее лежащими в рамках права. Томас, считаете ли вы, что в случаях, вы хороший пример привели на самом деле, жизнь ребенка она стоит очень многого, в том числе угрозы пыток одного отдельно взятого негодяя. Вы считаете, что можно узаконить сегодня в наше время вот такие подходы к раскрытию и расследованию преступлений? Ну, дело в том, что на самом деле вот эта история на этом не заканчивалась с этим случаем, что, собственно, случилось с тем, с чем, замначальника полиции, его уволили с работы, и четко было сказано, что то, что он попытался сделать, это было совершенно незаконно. Кстати, он не пытался его пытать, он просто говорил о возможности применения пыток. Этого было достаточно. Этого было достаточно в рамках судеб... как было... как выяснилось в рамках судебного процесса, чтобы задержанный во всем признался. Ну, и затем, как я уже отмечал, задержанный или обвиняемый говорил о том, что он испугался и так далее. Но никто никогда не говорил о том, что то, что сделали сотрудники полиции, было законом. С одной стороны, конечно, у нас жизнь ребенка, но с другой стороны, у нас угроза применения пыток, и не сомнения в том, что даже в этом случае юридическое мнение заключалось в том, что офицер полиции не имел права вести себя так, как он себя повел. полиции, этот замначальник полиции, собственно говоря, уволился, он же в полиции не работает, правда, нашел работу в другом месте. господин министр, вы знаете, я могу полностью согласиться с Томасом, мы не думаем, и я не думаю, что пытки, они могут применяться, и без всяких оговорок. Действительно, мы в министерстве юстиции, у нас страна большая, и каждый год возникает случай, когда, к сожалению, полиция применяла в туфти у тех или иных причин, применяла пытки или физическое насилие в отношении граждан. У меня был здесь знакомый, он является прокурором Нью-Йорк, это вот он выступал в Московском юридическом университете и рассказывал случай, который был в Нью-Йорке, когда офицеры полиции Нью-Йорка отправились в бар, где там были какие-то беспорядки, и офицер полиции получил удар кулаком в лицо, и, собственно говоря, офицер полиции не мог понять, кто его ударить, арестовали еще какого-то человека, ну и, собственно говоря, к нему тоже был к этому арестован, он также применили насилие. Так вот, этого офицера полиции, его привлекли к суду, и он получил 30 лет теремного заключения за применение физического насилия. В любом случае, казалось бы, с помощью пыток вы получите надежную информацию, на самом деле это не так, это незаконно, это противоречит Конституции, я здесь согласен с моим другом. Если я правильно понимаю ситуацию, то все участники панельной дискуссии согласны хотя бы в том, что категорически недопустимо тиражирование этой ситуации, и опасность здесь состоит, как мне кажется, даже не только в том, что страдает конкретный человек, пускай даже очень плохой человек, который, может, даже заслуживает сурового наказания, а опасность состоит в соблазне в дальнейшем применять одни и те же действия по отношению к другим людям, возможно, далеко не таким плохим. И в итоге мы можем получить на выходе самый масштабный, самый невероятный произвол и чудовищное беззаконие. Я слышал такую интерпретацию, кстати, событий эпохи Великой Депрессии в Америке, когда полиция впервые столкнулась с тем, что тяжело доказывать причастность к организованным гангстерфингруппам в судах, полицейские поняли, что проще бандита застрелить в перестрелки. И они стали ввязываться в эти перестрелки и просто лучше стреляя, в итоге перекокошили большинство гангстеров в Чикаго и в других городах Америки. Ну, возможно, это вульгарно изложенная версия, но что мы знаем более-менее достоверно, и я, как человек, который прочитал очень много архивных уголовных дел, знаю достоверно, это то, как был бандитизм побежден в Сталинской России после Второй мировой войны. Преступность была чудовищная, бандитизм был на очень высоком уровне. С ним покончили буквально за пять лет, на вопрос, какой ценой и куда потом страну в целом отбросила эта успешная борьба с бандитизмом. Продолжим наше обсуждение. Никто не хочет больше что-нибудь спросить у спикера или все комментарии будут позднее. Господин Йохан Йонасон, министр внутренних дел Исландии. Я в свое время был очень увлечен чтением исландских саг. Их писали в основном в 10-11 веке. И меня не поразили максимально своей правдивостью и честностью. На них не было уже такого отпечатка мифологии, как на ирландских сагах 6-7 веков, но еще при этом не было такого романтического флера французско-германского, который появился позднее в рыцарских романах. Поэтому, если в исландской саге сказано, что наиболее эффективным методом поединка было отрубить сопернику ногу, значит, так там и написано, нужно отрубить сопернику ногу. Вот мы просим господина Йонасона с его прямотой и честностью викинга рассказать нам, как из вашего уголка Европы малонаселенный и, прямо скажем, достаточно благополучной с точки зрения криминогенной ситуации страны, вам видится та проблематика, которую мы сегодня обсуждаем. Кажется ли вам проблемой то, что мы сегодня обсуждаем? Скажите нам прямо и честно, как настоящий викинг. Микрофон. Что касается СААК, действительно с тех пор прошло уже минимум 10 веков, хотя до сих пор они действительно вызывают сам интерес. Определенные демократические аспекты можно привязать к теме наших дискуссий. Я-то вообще убежден в том, что средства, вернее, цель никогда не оправдывает средства. Я, конечно, не юрист, не адвокат, но я могу сказать, что меня всегда привлекали, всегда работал над укреплением прав человека. Сам по образованию я историк и очень работал радио- и телевизионным журналистом в течение 10 лет, прежде чем я начинал заниматься политикой. Я был председателем союза государственных служащих в Исландии. Есть, вы знаете, такое убеждение, что конфликта между правами человеком и с верховенством права, с другой стороны, такого конфликта нет. Хотя, если брать определение прав человека и если мы возьмем определение верховенства права, то это уведет нас, уведет уже к Эре Никсона. Вообще, мы будем говорить тогда о Гуантане, мы вспомним китайские действия в Тибете и различные вопрос, связанный с профсоюзами в Китае, правами человека. Не знаю ситуации в России. Может быть, люди настроены более критично по отношению к тому, что происходит в собственном обществе. Понимаете, Исландия крошечная страна-то вообще. И мы обнаружили, что тем не менее, мы не являемся каким-то исключением от тех угроз, которые стоят перед всеми странами. То есть, перед теми угрозами, которые стоят перед другими образами. И вот небольшой размер страны не защищает нас от этого. Само, так сказать, участие в глобальной банковской системе, то есть, то, что происходит на границах и в финансовом мире, все это перетекает через национальные границы. Уже не говоря об этической страны, и финансовый кризис дает очень большие последствия для всех сторон общества. Вы знаете, в Исландии фактически наступил дефолт в то время, и меры, которые можно было принять различного характера, и же те, которые применялись в тех же сагах, чтобы какими-то жесткими мерами ограничить рыночные силы, чтобы заставить их работать добросовестно в рамках этических стандартов, стандартов, которые можно... Нельзя их в общем-то регулировать, но их можно превратить в какие-то нормы, нормы гражданского общества. И вот это очень важно для стабильности и безопасности нашего общества. И я хотел бы еще подчеркнуть здесь один момент. Мне кажется, когда мы говорим об угрозах различным странам и обществам, очень важно помнить из чего состоят эти общества. Ведь любое общество это дома, семьи, и их необходимо защищать всеми средствами, полиции, военными средствами от тех групп, которые возможно угрожают и фактически людей необходимо оградить любой опасности физического насилия в их домах, физического насилия против женщин и детей. Я могу утверждать, что эти аспекты жизни, нельзя забывать о них. Тем не менее, мы должны обсуждать те средства, которые будут адекватными для сохранения стабильности и безопасности. Совет Европы работает на этом уже многие годы, и мы со своей стороны вносим наш вклад. Министр юстиции Исландии входит также в Министерство внутренних дел, так сказать, и в рамках такого конгломератора мы рассматриваем соблюдение прав человека в их отношениях с полицией, с применением каких-то средств насилия. Я не буду утоплять вас зачиткой всего своего текста, но могу сказать, что в последние годы у нас появились группы организованной преступности, которые распространились в нашем обществе, но с удовольствием могу поделиться своим опытом, нашим вернее опытом, как само общество гражданское решительно выступило против таких элементов. И получилось так, что конечно случай Исландии может быть это слишком маленький случай для такой глобальной конференции, но могу привести символический пример. Когда мы начали нашу борьбу, нашу кампанию по борьбу с этими ангелами, так называемые смерти, вот этими группами преступников, то мы просто поставили их вне закона, вне общества. Таким образом мы боролись с ними и в должности министра юстиции меня пригласили в клуб байкеров и это нормальные были ребята, честные ребята, ну как всегда они все в кожу были закутаны, эмблемы свои носили, татуировки у них там ужасные были, они мне сказали, что каждое лето они будут ездить по сельской глубинке и вот что произошло в любой момент, когда они хотели остановиться где-то в отеле там в сельской местности, представляя себя как клуб байкеров, им говорили нет, извините, у нас нет мест, нет мест, извините, не можем вас и понимаете, получилось так, что общество своей реакции таким образом ответило на то, что вот эти преступные группировки очень часто представляли себя байкерами, гоняли на мотоциклах и так далее, это, конечно, непонимание со стороны общества, но вот этот небольшой пример показывает, насколько важно то, что общество готово решительно бороться само с преступностью и с различными угрозами, и это имеет очень большую важность в том плане, что само гражданское общество и кто его обслуживает, это полиция, военные, другие служащие, чтобы они доверяли друг другу, и вот этот вопрос социального доверия выходит сейчас на первый план. У меня вот здесь целая страница про вот эти угрозы, которые здесь я о которых начал рассказывать, но я помню, ведь начал, что безопасность имеет и экономического составляющего, экономический кризис в Исландии, породил различные виды тех угроз безопасности, которые мы раньше не видели, когда Исландия была стабильной в экономическом плане страной. И в конце концов вот такие финансовые экономические проблемы могут привести общество на грань катастрофы. Помните в Лос-Анджелесе скандал Энрон? Энрон ведь поставлял электроэнергию в Лос-Анджелесе, помните этот скандал? И после экономического кризиса в Исландии мы видим, что сейчас действительно международные спекулянты имеют очень большие рычаги влияния на наше общество. Через экономику они влияют на политиков. Они хотят получить определенные преимущества. И я думаю, что это, наверное, общий опыт тех стран, которые испытывают экономические трудности. то есть вопросы безопасности и вопросы экономические, они взаимосвязаны, безусловно. У нас есть различный опыт, и если мы будем делиться этим опытом, видеть примеры друг друга, то, наверное, мы будем более готовыми бороться с этими угрозами, и в результате наш мир будет более безопасным. Есть ли вопросы господину министру? Возможно, будут позже. Мой уважаемый сосед справа, господин Кеннет Кларк, представляет страну, которая, наверное, у всех присутствующих ассоциируется с безусловными успехами в области юриспруденции. И я сам с удовольствием вспоминаю, как меня потрясла атмосфера в совершенно заурядном обычном заседании в Хэмптон-корте. Даже не столько то, что там происходило, по сути, я даже не старался вникнуть в процесс, а сама атмосфера слушаний, атмосфера качества дискуссии, которая была организована судьей, с безусловным доминированием судьи, но при этом с безусловным предоставлением возможности всем участникам процесса высказаться, так, чтобы в итоге было сделано все для достижения максимально полной объективной истины. Тем более меня потрясло то, что впоследствии в августе прошлого года произошло в Соединенном Королевстве колоссальные беспорядки, причем то, что в них участвовали не только определенные категории населения, а практически целый срез молодого населения Лондона и его окрестностей. И интересы, которые они преследовали, во многом были не просто или не столько корыстными интересами. Да, они громили магазины, они забирали себе какие-то гаджеты, которые, наверняка, многие из них могли бы себе позволить купить при желании, но речь шла, скорее всего, о неком новом состоянии умов. Вот это состояние веселья, состояние разгрома, состояние преобладания над правопорядком, пускай на несколько дней, мне кажется, это некая новая страница в чем-то, хотя, конечно, подобные или похожие вещи случались раньше. Но я хотел спросить даже не только об этом, господин Кларк, а немножко о другом. Британии известна не только формулировкой довольно ортодоксальных подходов к практике права, знаменитый принцип «justice before truth» это как раз некая контроверсия тому, о чем мы говорили сейчас некоторое время назад, пускай лучше истина будет не достигнута в процессе, пускай лучше скорее всего виновный не будет привлечен к ответственности, но пусть сохранится процесс, верность процедуре. Нам это, признаюсь, временами казалось неким слишком артодоксальным, слишком жестким подходом. С другой стороны, Великобритания прославилась тем, что смогла создать уникальную систему сосуществования двух по сути правовых систем в рамках одной так называемого общего права и права equity, права справедливости, когда одно дополняло другое и когда одно позволяло делать другое более емким, более гибким и в итоге более эффективным. У меня к вопросу как к опытнейшему юристу, к опытнейшему чиновнику, в хорошем смысле слова бюрократу, хотя бы при этом и политик, разумеется. Как Вы полагаете, что сегодня мы можем сделать для того, чтобы изменять, дополнять, делать более гибким наши отношения к происходящим процессам и самое главное в терминах принципа верхнянства права? Спасибо. Ну, знаете, проблема вот тех погромов, о которых Вы говорили, это действительно у нас был очень большой слой таких криминальной молодежи, но тем не менее это было шокирующим для нас, поскольку это вопрос очень широкий, он выходит далеко за различные аспекты просто. Это и образование, это и вообще система справедливости, которая существует в нашей обществе, и поэтому такие молодые люди это не социальные и политические вопросы сюда были втянуты. У нас были 20 лет назад определенные беспорядки тоже, и 80% в том случае тех, кто был вничтожен, имели криминальное прошлое. Ну, естественно, поэтому мародерство, взлом магазинов, тогда это было нормально, сейчас было немного не так, и поэтому вместо того, чтобы преследовать и сажать этих людей, британское общество должно задать себе вопрос, а почему же это все-таки произошло, почему увеличивается количество людей, отчужденных молодежи, которые отчуждены, которые не принимают нормы нашей жизни в Великобритании. И я уже говорил, что здесь важна и система образования, система семейных ценностей, и система того, как мы осуществляем уголовное преследование, и мы же знаем, что если человек попадает в тюрьму, то после того, как он выходит, 50% из них в течение 12 месяцев совершают повторное преступление, поэтому это не выход, то есть, и в чем же тогда состоит наказание, в чем должна быть реформа для того, чтобы сочетать и наказание, и возможности как-то исправлять людей, уводить их от употребления наркотиков, от алкоголизма, и мы должны действительно ввести такую реформу, чтобы достичь каких-то результатов. Закрыть человека за решеткой за то, что он участвовал в этих беспорядках, в грабежах, это не выход. В рамках верховенства права, конечно, компромиссов мы не делаем, и наши вооруженные силы, наша полиция, все элементы нашей криминальной юстиции, они полностью выполняют закон, у них есть иммунитет, и никто не имеет иммунитета от преследования, наши вооруженные силы не будут участвовать в жённых действиях, которые противоречат закону, у нас всё по закону, то есть когда войска получают приказ, они уверены, что этот приказ законен, и только вот на таких условиях мы видим, мы можем достигать действительно справедливости и безопасности, и по тому вопросу, который вы задали, ну, у нас долго было благополучие, было первые теоретические акты, они начали расшатывать общество, мы пытались им противоставлять, помните, была война в Ираке, и очень многие, побывав там и вообще посмотрев на то, что происходит, начали менять свои взгляды, они считали, что вторжение в Ирак было незаконным, может быть, здесь была какая-то обратная реакция, скажем, французы, которые помогали гражданскому населению во время беспорядков в Ливии, ну, они фактически ведь тоже нарушали закон, поскольку они не действовали в рамках резолюции ООН, резолюция не позволяла конкретным войскам быть на земле в Ливии и защищать даже гражданское население от атак армии Каддафи. Ну, понимаете, в любом, на любом этапе мы всегда понимаем, что есть какие-то новые элементы и всегда есть какие-то моменты, когда необходимо переходить через черту и может быть какой-то международный закон переходить. Но, тем не менее, наши власти, мы не рассматриваем, что нам дано право нарушать закон, что мы можем выходить за рамки закона. Когда произошли вот эти беспорядки, мы попытались на самой рациональной основе адекватно организовать действия. Между прочим, ведь английское население отреагировало в конце концов достаточно созвучно с нами. То есть, действительно, общество требовало, чтобы эти люди были привлечены к ответственности и, собственно, поддерживали наши действия. И мы собираемся поступать таким же образом в будущем. Да, мы получаем жалобы по поводу наших разведслужб, по поводу правоохранительных органов, которых обвиняют различные радикальные группы и террористические группы о том, что в отношении их применялись незаконные действия, их задерживали незаконно, применяли к ним неправовые методы и так далее, в том числе и пытки. Но это же большая политика. На самом деле у нас судьи очень тщательно рассматривают соответствующие запросы и жалобы и документы и свидетельства. конечно, такой тщательный подход необходим, иначе очень высокая опасность того, что у вас в том, что вы намеренно не заметили что-то. Но в любом случае, прежде чем судья может начать изучение жалобы, расследовать то или иное дело, проводится сначала расследование на уровне правоохранительных органов. И если полиция приходит к выводу о том, что невозможно инициировать процесс преследования судебного преследования в отношении тех или иных лиц, то и судебное расследование не проводится. Но Бенджамин Франклин говорил о том, что любая страна, которая отказывается от основополагающих свобод в пользу своей безопасности, не заслушивает права ни на безопасность, ни на свободу. И конечно цель не оправдывает средства. На этом мы и стоим. Конечно мы иногда оступаемся, но тем не менее мы пытаемся идти в этом направлении. И я думаю, что если вам по-прежнему как многие говорят о том, что если мы будем следовать политике в будущем, многие будут погибать от рук преступников, но я считаю, что в будущем это единственный путь нашего развития. Есть сложности. Например, прослушка. Например, организационная преступность организована гораздо лучше, чем правоохранительные органы. Надо перехватывать их действия, но ни один полицейский не имеет права прослушивать телефоны, потому что нам нужно собирать данные о том, кому звонят те или иные люди. И, кстати говоря, мы в течение некоторых лет заставляли телефонные компании содержать базы данных, для того, чтобы можно было легко узнать, кому я звонил в последние 12 лет. Но записывать телефонные разговоры нельзя было. Можно было узнать, что я, например, в 2 недели звонил кому-то в Чикаго, и говорил по часу с этим абонентом. Но если вы хотели прослушать, о чем я говорю, на самом деле, и получить запись разговора, то надо было обратиться к генеральному прокурору, к министру юстиции и так далее. И веселись, могли бы попасть в очень сложное положение, если бы это решение было принято неправомерно. Сейчас эти нормативы распространяются на электронные средства масс-информации, по крайней мере, попытка такая идея делается на социальные сети и так далее. Но мне кажется, что наша министра права. Дело в том, что она говорит о том, что телефон или интернет это технологии, и надо иметь одинаковые нормы. Но в любом случае, если есть опасения в том, что мы будем заходить слишком далеко, найдутся люди в парламенте, которые, как я надеюсь, предотратят дальнейшее использование или расширение таких полномочий. Но в последнее время последнее правительство у нас было очень озабочено вопросами борьбы с терроризмом, и здесь можно было бы ожидать сбора информации об этих террористах. Они хотели иметь самые разные нормы и нормативы по борьбе с терроризмом, старались принять такую норму, что можно было кого-то арестовать на 90 дней без предъявления обвинений и так далее. Я, собственно говоря, такой свободный художник, но на большинстве на самом деле было большинство, которых поддерживали эту идею, но когда доходило дело до реального голосования, то всегда проигрывала партия власти и не могла протопнуть эту норму. И прямая собственная партия все время поддерживала эти идеи, но парламент никогда не принимал такие нормы. И это повторялось раз за раз. Да, вы борете с терроризмом, но вы защищаете наши ценности, а мы должны защищать наши ценности от этих жестоких людей, которые участвуют в террористической деятельности, но на самом деле защищать свои ценности вы не можете эффективно, если будете их сами нарушать. Поэтому я считаю, что если на самом деле вы хотите иметь больше джихадистов и иметь лиц, которые могут вербовать новых боевиков в ряды террористов, то тогда надо незаконные методы применять против мусульманских стран, тогда надо арестовывать людей без суда и следствия, надо тогда применять с ними пытки и так далее. Вот такие методы, конечно, на самом деле придут к тому, что все больше людей будут вступать в ряды террористических группировок. Ведь для них имеет значение то, что говорят их лидеры, говорят они о том, что эти западные неверные, они специально применяют эти методы против нас, благоверных мусульманных и необходимо действовать против врагов мусульманства. Да, можно какого-то террористов убить, стрелить или взорвать и так далее. Но в этом случае вы также сможете фактически их толкнуть в ряды террористических группировок новых боевиков. Но я поддерживаю идею верховенства закона и я считаю, что правительству необходимо также обращать наше внимание. Господин Кларк, я знаю, вы торопитесь, но только один точняющий вопрос я хотел вам задать. Считаете ли вы возможным и считаете ли вы консервативов в Британии, но я не буду может быть никогда голосовать за консерваторов в Британии, но я буду голосовать за красноречие Кларка. К сожалению, не слышно, что говорится без микрофона. К сожалению, не уверен, что все его товарищи по партии с ним согласны, но тем не менее он считает свой взгляд правильным. Я хотел задать только один точняющий вопрос. Считаете ли вы возможным и считаете ли вы правильным в сегодняшней ситуации по некой аналогии с формированием права справедливости наряду с common law или по аналогии с формированием претерского права по отношению к праву цивильному в Древнем Риме некоего свода норм, которые сегодня позволят нам действовать в рамках права, но при этом более гибко и более эффективно реагируя на новые подчеркиваю принципиально новые угрозы стороны преступности и массового беззакония. Ну, вы знаете, я честно говоря, думаю, что именно международное сотрудничество будет помогать в этом отношении и это очень важно. У нас есть Интерпол, в рамках которого сотрудничают страны, но мы можем пойти и дальше. Возьмите Европейский Союз, есть единый ордер на арест, есть возможность обмениваться информацией и фактически есть доступ к архивной информации по уголовным преступлениям того иного лица в необходимом случае. Кроме того, мы работаем с американцами по, скажем, проверке пассажиров авиарейсов, отправляющихся в США. В любом случае правовое государство не означает, что мы должны оставаться плохо организованными, если говорить о правоохранительной деятельности и судебной деятельности. Это не значит, что мы должны быть хуже организованы, чем организованные преступники. Это было бы абсурдно. Поэтому мы должны работать тесно и в сотрудничестве друг с другом. А для того, чтобы работать друг с другом в тесной сотрудничестве, у нас должны быть и единые нормы того, что законно, что незаконно, должны быть единые нормы деятельности правоохранительных органов. Я думаю, что это вполне возможно сделать, как сегодня на форуме, и очень важно для деловых кругов, для коммерческих кругов бороться с коррупцией. Точно так же мы можем бороться с терроризмом и со всеми другими проявлениями преступности. Особенно речь идет о нарковороте, можно говорить о других тяжелых преступлениях, о грабежах и так далее. И именно здесь мы видим иногда пример очень хорошего международного сотрудничества. Большое спасибо, господин Лорд-Канцлер. Мы благодарим вас за участие в форуме, в нашей панели, в круглом столе. Для нас было большой честью вас здесь видеть. Я предложил бы сейчас чуть-чуть подытожить то, что мы слышали в последних двух выступлениях. Мне кажется, это важно, то, что мы услышали. По крайней мере для меня это стало неким квази-откровением, потому что, наверное, у меня такие мысли у самого начинали возникать, но именно во время последних двух выступлений они окончательно оформились. То, что сказал господин Йонасон, представитель очень маленькой страны, который рассказал об очень маленьком, в принципе, примере, как общество противостоит преступности. И то, что затем продолжил господин Кларк о том, как, с одной стороны, общество опять-таки поддержало пресечения беззакония, в том числе достаточно жесткие и в чем-то инновационные меры, контроль социальных сетей, например, для того, чтобы изоблюдать и наказывать преступников. А с другой стороны, по его мнению, самой основой для этой преступности послужила непринадлежность к обществу, ощущение себя за рамками, вне этого общества, ощущение причастности к тому, что происходит в стране, ощущение понимания того, что эта страна живет и действует в твоих интересах. Так вот, мне кажется, второй по счету промежуточный вывод, который мы можем сделать в ходе нашей сегодняшней дискуссии, это то, что очень многие вопросы в борьбе с новыми угрозами, да и с любыми угрозами, могут быть решены гораздо более эффективно при наличии общественного согласия, в том случае, если гражданское общество ответственно, если оно зрело сопротивляется тем негативным явлениям, которые возникают в отдельных его сегментах. И в этом случае многие проблемы могут решаться сами собой, в том числе проблема ограничения прав человека на частную жизнь, на свободу передвижения, на свободу общения с другими людьми, в том случае, если значительная, по крайней мере, часть населения той или иной страны или, может быть, глобального мира в целом, эти ограничения переведет в формат самоограничений, если люди будут готовы сами внести свой вклад в борьбу с этими новыми угрозами. Ну и на самом деле сказанное об отдельных индивидах, о том, как важно не допустить выпадения человека из общественного контекста, ощущение им себя в качестве аутсайдера, а не инсайдера того, что происходит в его собственной стране или в целом в глобальном мире. Можно сделать некое продолжение, некий мостик к отдельным регионам и к отдельным странам. Конечно, можно действовать более упрощенно и идти по пути мгновенных или более-менее затянувшихся военных операций против тех или иных режимов. Но здесь я согласен с господином Кентом Кларком с тем, что он сказал о уничтожении террористов. Уничтожение их в таком масштабированном варианте, скорее всего, будет иметь продолжение в виде той самой истории с головой Гидрой, когда ей трубали одну голову, но ее вместе вырастало сразу несколько. И в том случае, если решать сегодня вопросы с целыми государствами, подчас целыми регионами, которые выпадают, если можно так выразиться, из цивилизационного контекста, так как он видится сегодня ведущим мировым державам, и пытаться решить эту проблему локально, например, разбомбив ее или окружив ее спецконтингентом войск Организации Объединенных Наций, то, скорее всего, это решение вопроса временно, каким бы эффективным оно на этот момент ни показалось. Но что рано или поздно там полохнет пожар еще более серьезно, чем тот, который нам на этом этапе удастся пресечь. Значит, речь, скорее всего, пойдет в том числе и о том, хотя мы понимаем, что это сложно, чтобы не просто пресекать уже имеющееся негативное явление, подчас преступное явление, которое имеет место в отдельных регионах мира, в таком сгущенном варианте, но и пытаться вывести эти регионы из такого теневого формата, чтобы попытаться спрофилактировать в дальнейшем появление новых и новых угроз такого же рода. Возможно, я ошибаюсь, и кто-то захочет меня поправить, я с удовольствием выслушаю эти корректировки. Но в целом, мне кажется, что это вывод, который мы можем одобрить. Я имею в виду тот вывод о сознательном участии людей в противостоянии угрозам их безопасности и о том, что гражданское общество в качестве элемента своей зрелости и своей ответственности как раз и может продемонстрировать такое участие в борьбе с организованной преступностью и иными похожими угрозами безопасности. Я с удовольствием предоставляю слово господину Акирико-Вамури, президенту Международной ассоциации юристов, выдающемуся адвокату, представителю крупнейшей организации адвокатов мировой. Вопросов много, может быть, задано ему, и наверняка он в силу своего опыта и профессионального, и жизненного имеет много ответов на эти вопросы. Но меня интересует, в частности, как вам, как опытному юристу, опытному практикующему юристу, видится сегодня проблематика безопасности индивида перед лицом, с одной стороны, сохраняющейся публичной мощи государства, с другой стороны, с растущей угрозой со стороны неорганизованных, по сути, маргинальных, но исключительно мощных и обладающих большими ресурсами противоправных структур. Какой вам кажется роль юриста в том, чтобы защищать индивида в этой ситуации? С одной стороны, от посягательств на его безопасность, с другой стороны, от чрезмерного вторжения в его частную сферу, его права и интересы. Наконец, как вам, как юристу, знающему, как строить защиту в суде, видится проблема оценки доказательств, которые полицейские органы, специальные службы сегодня должны собирать для того, чтобы изобличать новые, изощренные формы организованных преступных деяний. Ну, в качестве простого примера, как оценивать практику использования контроля социальных сетей в качестве основы для приговоров в уголовных судах? Пожалуйста, господин Каламбур. Большое спасибо, господин министр. Действительно, много вопросов у меня задали вы. Действительно, я являюсь президентом международной ассоциацией коллеги адвокатов и которая представляет интересы более 4 миллионов адвокатов. Но я занимаюсь ни социальными сетями, ни уголовным правом. Я занимаюсь вопросами отношений между компаниями, корпоративным правом. Может быть, поэтому я не могу ответить полностью на все ваши вопросы. Но хотел бы поделиться некоторыми мыслями. Действительно, мы видим, сегодня видим развитие отношений между государствами и правительствами. Правительство должно действовать, исходя из понятия и справедливости. Может ли правительство добиться исполнения своих целей или нет, оно не должно прибегать к неправовым методам. Это очень важно иметь отработанный порядок принятия решений. Надо сказать, что в Японии мы, может быть, пока еще не добились полного совершенства и успеха в обеспечении процесса защиты прав человека и нации. Мы еще пока идем к тому, чтобы построить хорошую юридическую систему, правовую систему, которая бы обеспечивала надлежащие права. У нас по-прежнему существует смертная казнь. Кстати говоря, эта идея поддерживается обществом, поэтому правительству необходимо действовать в этом направлении. У нас есть некоторые интересные примеры. Есть очень известный политик и управленец, и было очень известное его управление, бюрократ, и их, собственно говоря, привлекли к суду за злоупотребление. Выяснилось в ходе судебного разбирательства, что свидетельство доказательства, доказательства были собраны в результате не пыток, конечно, но очень интенсивного допроса. Допрашивали их несправедливо. И вот суд, приняв это к сведению, отказался определять обвинение и политику, и этому управленцу. Я повторяю, что речь шла о высокопоставленном политике, и высокопоставленном управленце, госслужащим их признали невиновными. В этом отношении система защиты обвиняемых работает очень хорошо, и на самом деле это является свидетельством того, что необходимо иметь хорошо отработанный процесс допроса задержанных и уважать их права. Субтитры создавал DimaTorzok Каждый год добавляются 175 миллионов новых пользователей. Огромное количество, двух семьсот миллионов пользователей. Это означает 12-13 процентов от всего населения Земли, которое живет на нашей планете. Возможно, страны такие, как наши или ваши, наверное, до 30 процентов населения в наших странах используется Facebook и другими социальными сетями. Сейчас в Японии у нас нет уже такого проблем с социальными сетями. У нас есть проблема некоторых средств массовой информации, которые дают неправильную информацию, которые искажают реальность во время природных катастроф, скажем, во время цунами, который у нас был. И такие проблемы периодически возникают. ситуация-то у нас действительно была очень сложная. И любые спекуляции, несоответствующие действительности, они добавляли напряжение. А вот Facebook и некоторые другие социальные сети, наоборот, действовали очень сознательно. И мы увидели, что люди действительно получают защиту в таких социальных сетях от провокационной, сенсационной информации, которая не соответствует действительности. Поэтому ответ, ну, что можно сказать, если все, так сказать, налажено хорошо, если люди и правительство как бы доверяют друг другу, и социальные сети здесь, в общем-то, могут сыграть очень положительную роль. Мы видим, как по всему миру происходят вещи, подобные арабской весне, но я не думаю, что это возможно у нас при помощи каких-то социальных сетей. Господин министр, я в чем-то ответил на Ваш вопрос? Конечно, Вы не только ответили, но, наверное, вышли немножечко даже за рамки поставленных вопросов и подняли более глубокие уровни осознания той проблематики, о которой мы говорим. Есть ли вопросы к господину Кавамуру, в аудитории? Вопросы, видимо, будут также после заданы. Я хочу отметить, что то важное, что сказал господин Кавамуру по поводу социальных сетей, мне представляется, это может быть состыкованно с тем, что мы говорили только что о самоорганизации людей. Интернет, и в особенности тот контент интернета, который создается самими его пользователями, интерактив в основном, социальные сети во многом, это некая терра инкогнито сегодня, это огромный пласт культуры, причем культуры совершенно новой, пока еще не осмысленной даже всеми нами до конца, имеющей как очень перспективные, во многом очень симпатичные, так и подчас весьма отвратительные черты. Когда мы сталкиваемся с пропагандой насилия, с организацией погромов, с распространением информации, которая может быть использована в преступных целях, с откровенной киберпреступностью, то, конечно, это не красит интернет, но, что мне кажется, еще более гораздо проблематичным на сегодняшний момент, и что создает некую питательную среду для неправомерной и часто преступной активности в интернете, это отсутствие самоорганизации и самоограничений, выработки неких корпоративных норм ответственности самим интернет-сообществом. Я говорю об этом потому, что, мне кажется, пытаться регулировать интернет довольно тяжелое и во многом бесперспективное занятие, хотя есть примеры отдельных правовых систем, где этим всерьез занимаются, и где 30 тысяч полицейских в режиме онлайн постоянно находятся круглые сутки и глушат все, так сказать, напрочь при появлении любых признаков какой-то опасности или инакомыслия. Ну, это один из примеров, которые можно оценивать, но не факт, что это самый перспективный пример для подражания, но совершенно точно это та среда, которая становится новой культурой, частью нашего мироздания, частью нашей жизни. И она не может оставаться без конца таким вот темным, мрачным пятном, абсолютно неподверженным никаким нормам, подчеркну, саморегулирующим нормам. Я думаю, что и здесь во многом будет перспектива ситуации и, в частности, безопасность, отсутствие угроз со стороны интернета. От того, в какой степени ответственными будут люди, которые присутствуют в социальных сетях в онлайне. Я думаю, что это тоже вопрос времени. Хотелось бы, чтобы это было не слишком долгое время. Уважаемые коллеги, я передаю слово последнему спикеру, который сегодня у нас записался для выступлений. Я очень рад тому обстоятельству, что этим спикером по алфавиту выпало быть моему полному тезке и представителем братского для России народа Александра Владимировича Лавриновича, министра юстиции Украины. Александр Владимирович, с вас начинала с Киевская Русь. Собственно, мы, можно сказать, этим форумом обязаны вам, хотя это, конечно, наша общая история. Вот вам выпала такая большая ответственность, одновременно большая честь чем-то подытожить нашу дискуссию. Как вам из Киевской Руси видится все, что мы обсуждали сегодня? Спасибо за такой экскурс и такое представление. Я думаю, что если мы обратимся в историю понимания соотношений права человека, права групп людей или обществ людей, которых обвиняет религиозный признак, этнический признак, или объединяет сообщность, которая сегодня называется государством, и раньше она называлась по-разному, здесь всегда будет много уровней понимания того, насколько можно использовать преимущественные права человека над правами социальной, религиозной и этнической группы, его же права, которые будут превалировать над интересами государства. Не знаю, есть ли у кого-то ответы на эти вопросы однозначные. И то, что мы видели на протяжении длительного времени, как шел поиск того, каким образом обезопасить мир, я, к сожалению, могу утверждать сегодня, что такие механизмы пока не найдены, и те, которые есть, не могут эффективно эту миссию выполнить. Да, мы продлинулись очень далеко и в нормативном обеспечении, и национальном, и международном. Сегодня большой пласт нормативных актов, которые позволяют одновременно защищать права человека и создавать эффективную систему противодействия насилию в разных его проявлениях. Понятно, что это не обеспечивает все случаи жизни. У нас есть очень большой вопрос по обеспечению институтами внутренними и международными этих норм. Если у нас сейчас уже много стран имеют даже в своих конституциях, законах, признание верховенства права и использование принципа верховенства права даже в судебной практике, как в Украине у нас это есть, гарантирует ли это соблюдение этого принципа всегда? Как он может быть понят, использован и истолкован институтами, которые работают внутри государства? Я могу тоже сказать, например, нашей страны нет, не всегда это понимается и используется таким образом, чтобы не только естественные права человека, но и те, которые приобретены в развитии цивилизации, были надежно защищены. В том числе то, что новая культура, о которой вы говорили, она тоже должна быть и доступна, и каким-то образом защищена для пользователей, как и общество должно быть защищено от проявлений в этих сетях. Сегодня можно говорить о том, что у нас есть в плане международного сотрудничества и противодействия терроризму, противодействия проявлений ксенофобии и тех отдельных явлений, которые могут рассматриваться как система, которая с прошлого века на сегодняшний день уже создает некое отдельное явление всемирного масштаба. Как можно этому противодействовать? Понятно, я поддерживаю то, что у нас сегодня, наверное, наиболее эффективной площадкой для разговора между государствами есть объединенные нации и Совет безопасности. Понятно, что есть отдельные образования международные, которые могут эффективно обменивать информацией и в совместное действие противодействовать проявлению преступности при соблюдении прав человека. Я думаю, что во многом Интерпол может претендовать на такую роль, как организация, которая может, соблюдая приоритет прав человека, в то же время демонстрирует очень часто положительные результаты по полицейскому переследованию тех, кто вышел за пределы закона. Есть примеры совместных антитеррористических центров, которые позволяют получать хороший результат. Есть намерения, которые реализуются в некоторой мере преследования тех, кто ушел за пределы закона в судебном порядке, не только в национальных юрисдикциях, но и в международных. Очень важный институт Европейского суда по правам человека, который очень быстро завоевал доверие и популярность у граждан европейских стран, но очень быстро тоже вошел в полосу проблем, которые это популярность и доверие породило. И то, что сегодня уже господин Кларк, кстати, об этом говорил, тоже, что есть очень большая проблема с тем, как обеспечить эффективную работу этого института, чтобы понятие разумных сроков, которые сами суд используют, касалось уже и самого суда. Каким образом это огромное количество обращений обрабатывать, как институт фильтрации обеспечить, как обеспечить возможность обращения к большой палате, когда это нужно и когда, может быть, это лишнее. Каким образом правильно обеспечить функционирование аппарата суда, как не злоупотреблять используем 39-го правила регламента в работе суда. Это те издержки, которые бросают тень иногда на очень правильные положения и на сами институты. Большие надежды, конечно, были на создание международного суда. Вот мы с вами имели возможность общаться на конференции по годовщине Минербергского Тримунала. Я после этого несколько раз обращался к этой теме и понимая, что в ситуации, которая сложилась на сегодняшний день по развитию, если все члены Совета Безопасности Объединенных Наций, которые, по сути, отвечают за порядок на планете и за мир, они взяли на себя эту функцию, понимая, что у них есть возможность влиять на положение в любом уголке земного шара. Если они не будут членами этого суда, я думаю, что очень сомнительная эффективность и нужность этого института, хотя очень правильная была мысль его создания. Если этого не будет, мы опять останемся только на пути к тому, что есть возможность между политическим желанием и правовым решением отдать предпочтение первому, которое может обеспечить быстрый результат. То, что дальше реакция и, возможно, даже мультипликатор этой реакции может перечеркнуть эти достижения, которые будут достигнуты. Об этом уже речь будет идти потом, через много лет. Я сейчас не хочу приведить никаких примеров, но я думаю, что много-много из тех вооруженных конфликтов, которых больше уже полторы тысячи произошло после окончания Второй мировой войны, свидетельствует о том, что борьба с зажженной спичкой путем отрубания руки не всегда приведет к тому, что больше не будет пожара. Очень сложные эти все вопросы, особенно с гадой из Киевской Руси. Потому что тогда все-таки в то время понятие справедливости было более четким и оно отвечало воле тех, кто имел право определять устройство жизни всех остальных вокруг себя. И право для расширения своих интересов, своих жизненных возможностей было приоритетом над правами других, кто живет рядом с тобой. Но, к счастью, в общем, это время уже ушло. Оставив нам некое культурное наследие, которым мы должны наслаждаться, я думаю, что вот то, что мы сможем сегодня вечером увидеть, будет свидетельствовать о том, как люди в тяжелые, в разные времена, даже тогда, когда принцип Верховенства права был вообще незнакомым, могли творить величайшее искусство, которое сегодня может влиять и настраивать на очень гуманистический лад всех, в том числе и юристов. Спасибо. Большое спасибо, господин министр. Есть ли вопросы к выступившему Александру Владимировичу? Ну, насчет права времен Киевской Руси. Мне кажется, он наоборот был замечательный. Все было просто и понятно. Связали подозреваемого, бросили в озеро. Если утонул, значит, не виноват. Если выплыл, значит, точно виноват. Все очень легко и ясно. Ну, на самом деле, если говорить серьезно, то, к сожалению, то, о чем вы сказали в этом ретроспективном аспекте, к сожалению, нам как раз наследство, по-моему, и досталось. Слишком много, по-прежнему, еще желающих организовывать всех вокруг себя так, как ему хочется, в самых разных формах, в самых разных вариантах. Ну, что, на этом мы в таком бодром выводе закончили выступление спикеров. Я готов открыть так называемую свободную дискуссию. Пожалуйста, уважаемая аудитория, кто хочет задать все-таки какие-то вопросы спикерам, не так часто у вас будет возможность видеть одновременно перед собой нескольких министров юстиции, заместителей генерального торгнения Соединенных Штатов и, более того, задать им вопросы и, в общем, как мальчишках погонять по той проблематике, которую они вызвались осветить. Пожалуйста. Андреев Сергей Андреевич, я хотел бы задать вопрос представителю, японскому представителю Акиро. Вам вопрос. Я очень как бы много наслышан о японской культуре, потому что, я так понимаю, вывод напрашивается такое, что все-таки самосознание людей, наверное, граждан, в первую очередь, сможет противостоять той преступности глобальной и, так сказать, мировой, которая у нас существует. Вот как, простой вопрос, банальный, как воспитывается молодежь, японская молодежь, именно какие ставятся ценности культуры, прививаются с детства? Что для этого делается именно в привитии к любви к родине? И, может быть, и второй вопрос сразу же, может быть, не ужесточать санкции, предположим, затеянные преступления, а именно воспитывать уже с детства, именно, ну, граждан, так сказать, более сознательно. Вот у меня такой вопрос. Акиро, что делать для этого в Японии? Вы затронули очень сложный вопрос, на него трудно ответить. Здесь уже вопрос не права, а вопрос образования и воспитания. Я, честно говоря, не специалист в этих вопросах и не могу сравнивать различные системы образования в разных странах мира. Но я думаю, что слишком много заботится о японских детях и их семьи, но не обществе и не школе. И если именно поэтому семейные отношения, отношения в семье очень тесные. Это хорошие дети, которые слушаются своих родителей, прислушиваются к их мнению, к мнению старших. И именно поэтому в японском обществе обстановка столь спокойная. Люди просто очень терпеливые даже в таких ситуациях, когда, казалось бы, надо полуноваться. Это какие-нибудь землетрясения или цунами? Вот так могу ответить на Ваши вопросы. Ну да, даже собаки помогают друг другу на улице в тяжелой жизненной ситуации. Все видели эти кадры, обошли они весь мир, как во время трагедии в Японии. Даже животные были дисциплинированными, организованными. Ну, кстати, в вопросе прозвучал интересный момент по поводу наказания за преступление. Как его организовывать? Это тоже один из стенков нашей сегодняшней дискуссии. И в выступлении господина Кларка тоже прозвучала эта мысль. Это очень просто, самое простое, потребовать многолетнего тюремного заключения для кого-то, кто нарушил закон и кажется опасным. Если Вы спросите любого из прохожих на улицах этого города, как и любого из прохожих на улицах Лондона, скорее всего, Токио, Шанхая, Лос-Анджелеса или какого-то нибудь другого города, о поводу абстрактного преступника, как нужно с ним ходиться? Ответ будет, скорее всего, типовым. Нужно его законопатить в тюрьму, как можно, на более дольше срок, чтобы общество с ним больше дела, как можно, дольше не имело. Но здесь возникает два дополнительных вопроса. Если вопрос конкретизировать, и речь пойдет о каком-то из близких этого спрошенного человека, его ответ будет сразу несколько другим. Он скажет, что нужно проявить с одной стороны очень точное, скрупулезное исследование, а виноват ли он. Если уж он не виноват, нужно к нему обязательно применить гуманные отношения и вообще учить все, что только можно, что смягчает его участь и так далее, и так далее. Ну а второе и самое главное это то, что призывая распорядиться преступниками вот таким вот самым простым образом, отправив их за решетку на долгое время, мы, к сожалению, просто откладываем во времени, продлеваем, пролонгируем во времени негативный эффект от последующего поведения этого человека, а также очень многих ему подобных. Это то, с чем мы сегодня сталкиваемся в ходе уже становящейся известной пенитационной реформы в России. Это то, с чем сталкивается господин Кларк, который пытается сократить количество осужденных к лишению свободы в Соединенном Королевстве до 80 тысяч не более одновременно осужденных. С этим борются, я думаю, даже в Норвегии или в Исландии, где есть очередь в тюрьму, и люди терпеливо ждут, когда же наконец освободится место, и они смогут отбыть свой срок наказания, где общество и государство настолько к ним толерантны, что позволяем этому это делать. Здесь вопрос тот же самый, о отчуждении. Проявляя неоправданную жестокость к преступнику, подчеркну, несправедливое наказание, несправедливую и оправданную жесткость по отношению к тому, кто нарушил закон и опасен, но применяя к нему только жестокость и только желание, по сути, стереть его с лица земли или спрятать в какой-то каменный мешок на долгие годы, мы тем самым тиражируем отчуждение. И это отчуждение обязательно принесет свои плоды. Как некие посеянные зубы дракона, обязательно эти плоды рано или поздно появятся. И появится так, что, к сожалению, это может нам дорого обойтись. Ну, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, уважаемый Александр Владимирович, господа министры. Я, Яковлев Сергей Петрович, я руковожу Следственным департаментом Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации. У меня вопрос к Лене Брауру. Мы, разрабатывая и так, общаясь с коллегами, в том числе и в Соединенных Штатах, обсуждали проблему, которая, известно, вышла уже за рамки и Соединенных Штатов, и в целом ряде стран. Это проблема наркосудов. Это способ решения проблемы наркотизации, как одной из угроз, стоящих перед мировым обществом. Это система наркосудов, которые работают активно в Соединенных Штатах и в целом ряде других стран. Прорабатывая механизм работы этих институтов, я, безусловно, знаю, что он наверняка знает, как они работают. Это одно из таких ноу-хау, который распространяется сейчас. Я задавал коллегам вопрос, а как подходить к принципу справедливости и равенства всех перед законом? Потому что принцип работы наркосуда, человек, который совершает преступления в связи с потреблением наркотиков, он не несет наказание, а проходит программу лечения, а человек, который не связан с наркотиками, получает по суду по полной. Вот мне очень мало кто мог, и вообще как-то так вразумительного ответа я не получил, а для себя тоже я эту дилемму не разрешил. Если есть какой-то ответ, я был бы очень признателен за разрешение этого ребуса. Спасибо. Действительно, нелегальный оборот наркотиков в течение многих десятилетий был большой проблемой, и остается такой проблемой, и поэтому у нас такое общество потребления, и это приводит к зависимости, к жестокости, к поддержке наркокартелей в Мексике и в других странах. И, конечно, это проблема, которая требует комплексного ответа, комплексных ответных действий. В любом случае, необходимо лучше воспитывать нашу молодежь и общество, необходимо иметь более эффективные программы реабилитации наркоманов в тюрьмах, необходимо постараться отвлечь молодежь от употребления наркотиков. Но если говорить о наркосудах, то это скорее суды местных органов власти на местном уровне и на уровне штатов, потому что именно там в основном сталкиваются органы государственной власти и суды в большей части с наркотиками. Дело в том, что судьи в таких наркосудах, они лучше всего понимают проблемы злоупотребления наркотиками и привязанности к наркотикам, и поэтому могут наиболее эффективно рассмотреть то или иное дело. Мы можем это дело рассмотреть действительно быстрее и справедливее, и предложить более эффективную программу лечения. И в этом как раз смысл задачи наркосудов. Можно быстрее выявить те или иные проблемы и предложить более эффективные решения. Но у у нас сегодня кризис бюджета, и поэтому бюджеты сокращаются, а когда сокращаются бюджеты, то сокращаются и программы реабилитации наркоманов. Они сокращаются и в наших тюрьмах, а это ужасно. У нас есть преступники, которые отправляются в тюрьмы. Кстати, у нас переполненность тюрем тоже очень высокая, и у нас достаточно высокий процент нашего населения содержится в тюрьмах, особенно в тюрьмах штатов. И именно поэтому мы как страна должны, как мне кажется, предложить более комплексные решения. В частности, необходимо подумать об эффективности некоторых наказаний и сроков, которые мы назначаем преступникам. Может быть, они слишком высоки. Ведь большая часть бюджета министерства юстиции тратится на тюрьмы. Поэтому мы много времени тратим на то, чтобы отправить преступников за решетку. И поэтому у нас меньше прокуроров и меньше следователей. А и в идеальном случае, конечно, их надо иметь больше и иметь более эффективные программы реабилитации. И тем самым это позволило бы сократить количество заключенных в тюрьмах. В этом наша цель. Но цель наркосудов заключается в том, чтобы наиболее эффективно и быстрейшим образом принять решение по тому или иному делу. А именно судьи этих наркосудов являются лучшими экспертами в этом вопросе. Вы удалены ответом, Сергей Петрович? Я не уверен по вашим глазам. Но на самом деле в американском правосуде есть много непривычного для взгляда с континента. Например, мы с Ленни и с его шефом, господином Холдером в Вашингтоне в феврале обсуждали проблематику жестокого обращения с усыновленными детьми из России. И для меня было исключительно новостью узнать, что такова практика в американских судах. Если одинаковые действия преступными будут совершены в отношении взрослого человека и ребенка, то более сурово будет наказан тот, кто причинил вред. Кому, Сергей Петрович? Взрослым. Взрослым. Совершенно правильно. Для нас это непривычно, потому что у нас все наоборот. Но, наверное, история, жизнь покажет, кто более прав, кто более эффективен. Ну, действительно, генеральный прокурор говорил во время этой очень продуктивной встречи на том, что проблемы, с которой мы сталкиваемся в случаях злоупотребления и насилия в отношении детей, заключается в том, что у нас просто нет свидетелей, а сами дети не могут служить надежным источником информации. Поэтому, действительно, насилие, на самом деле, в законе написано, что насилие в отношении ребенка заслужит больше наказания. Но практика от того такова, что часто эти дела разваливаются, так как нет свидетелей. Я, кстати, когда был молодым прокурором и занимался этими вопросами, один из одной из дел, я помню, заключал скоростом в применении насилия к детям. Я столкнулся с огромными проблемами в подборе доказательства и свидетельств. Но вы понимаете, господин министр, что мы привержены делу наказания виновных и, конечно, будем заниматься вплотное рассмотрение дел насилия в отношении российских детей. При отсутствии веских доказательств, пускай лучше он будет наказан, пускай не так сурово, но, по крайней мере, хоть как-то понесет ответственность, если я правильно понял эту идею. У нас хочется выступить дополнительно господин Йонасом. Пожалуйста, господин министр, вы хотели... Четыре комментария по последнему вопросу о том, что дети не являются надежными свидетелями. Мне кажется, здесь нужно создать условия для того, чтобы они стали такими хорошими надежными свидетелями. Есть новая методика, разработанная в Исландии, но и в других странах. В Исландии была первая, по-моему. Мы создаем детские убежища, детские дома, где мы фактически создаем условия для детей, для того, чтобы они стали надежным свидетелем. Я говорил о четырех вопросах. Так вот, второе замечание заключается в том, о преступлении и наказании, конечно, здесь как раз самое место обсуждать философию преступления и наказания Санкт-Петербурга, Достоевский и так далее. Так вот, я считаю, что одно из интересных вещей, одно из интересных направлений развития европейского правосудия, американского правосудия отчасти заключается в том, что необходимо конфисковывать доходы от незаконных видов в деятельности. Например, вот та продажа наркотиков. И это как раз гораздо более эффективный метод борьбы с этими преступлениями на будущее. Я говорил об этом с юридическими экспертами. Мы говорили о том, что более эффективно конфисковывать доходы от незаконной деятельности, и чем их арестовывать. Ну и еще одно, третье, это мониторинг социальных сетей. Мне кажется, что это очень важный вопрос, его необходимо обсуждать более подробно. И меня беспокоит то, о чем говорил нам Кеннет Кларк, британский прокурор, хотя я в общем и целом согласен с его мыслями. Мы говорим о том, что необходимо продвигать капитализм человеческим лицом, как это говорил во времена его молодости. Но он-то говорит о том, что надо контролировать все телефонные звонки и любые поиски и отправление информации в интернете. Меня это, честно говоря, очень пугает. И мне здесь на этом форуме должны четко заявить о том, что вместо того, чтобы контролировать людей, можно сказать, что да, вы человек честный, чего бояться? Почему бы тогда не допустить, собственно говоря, контроль над всеми вашими передвижениями, над всеми вашими действиями и так далее? Чего бояться честному человеку? Но при этом вот тогда, собственно говоря, говорить об авторитарном государстве. Вместо этого, как мне кажется, надо говорить о том, что человек может действовать свободно и не подвергаться контролю, если он не начинает заниматься незаконной деятельностью и совершать какие-то серьезные преступления, как, например, торговлей, не будет заниматься торговлей людьми или наркотиками и так далее. Ну и еще четвертый комментарий. Ну, я читал здесь работы Перикла, он их написал две с половиной тысячи лет назад, это пелопональские войны и, собственно говоря, об этом же говорил Фукеедит. Возьмите Спарту, а Спарта была авторитарным государством, а Афины были демократическим государством. Так вот, Перикл говорил о том, что спартанцы, спарта не учила людей храбрость, у них не было больших военных секретов и так далее. А афиняне защищали свое государство не потому, что они вынуждены были это делать, а потому что не хотели этого делать, в отличие от спартанцев, которые были вынуждены это делать. Поэтому вместо того, чтобы контролировать граждан с этих позиций авторитарного государства, мы все свои усилия должны направить на укрепление демократических основ, и причем это желание должно идти изнутри государства, а не извне. Мы должны хотеть защищать наши демократические ценности. Большое спасибо. Я так понимаю, что речь у нас по-прежнему идет о обеспечении такой правильно организованной вовлеченности как можно большего количества членов общества в разделение, в разделяемые им общие ценности. Я хотел бы пояснить свою мысль по поводу тех же самых социальных сетей или частной жизни. Дело это не в том, чтобы научить всех или большую часть общества, как в страшной антиутопии Оруэлла добровольно отдавать свою частную жизнь на просмотр под микроскопом публичной власти. Конечно, речь не об этом. Речь идет о ответственном поведении людей в различных форматах, в коллективных форматах. Одним из таких коллективных форматов сегодня, безусловно, является интернет. Мы сегодня, к сожалению, имеем дело с психологией толпы и то, что было в Лондоне, хотя господин Кларк об этом не стал подробно говорить. Мне кажется, имело и это измерение тоже. Как современный человек себя ведет в условиях попадания в очень большой и подчас агрессивный, деструктивный коллектив. Это поведение болельщиков на стадионах, это поведение погромщиков в отдельных кварталах Лондона или Москвы. Это еще многие очень примеры, которые позволяют посмотреть, как сегодняшний человек, желая оставаться значимым в своих собственных глазах, в глазах окружающих, с радостью растворяется в толпе, которая творит беззаконие. Вот это такой психологический, может быть, тонкий момент, но, безусловно, нуждающийся в оценке. И, соответственно, следующий вопрос, более важный. Как этому противостоять? Как создать такие течения, такие направления, такие ориентиры, такие мотивации, которые будут разобщать это стадное деструктивное поведение и будут делать ролевой моделью поведение осознанное и добропорядочное? Пожалуйста, вы поднимали руку и хотели задавать вопрос. У меня вопрос следующего плана. История российского государства достаточно долгая и достаточно длинная. Российское государство прошло как путь феодалов, так и путь монархии, так и путь коммунистического строя, так и последние 20 лет путь демократии. Вы представляете страны, которые плавно меняли политические режимы, плавно переходили из одной ступени к другой ступени. Российская полиция меняла свои корни, в том числе с вехами истории. У нас была российская милиция, у нас была советская милиция, последние 20 лет была российская милиция, последний год это российская полиция. В настоящее время граждане Российской Федерации боятся милицию и полицию, они не доверяют этому строю, не доверяют этой системе правоотношений. Когда политологи говорили о том, что если поднимут заработную плату, поднимут социальную ответственность, работников полиции больше будут платить, они изменят свое отношение к российскому государству, к гражданам. Однако это не произошло после повышения заработной платы, также полицейские стали, не стало меньше насилия, также они, также граждане боятся полиции. Скажите, пожалуйста, какие вы дали бы советы российскому государству, российским политологам, чтобы изменить отношение граждан полиции и полицейских к российским гражданам. Спасибо. Кто сможет ответить? Я так считаю, что, чтобы обеспечить баланс настоящий, мы действительно контролировать и полицию, и следственные органы. И это задача судов выполнять это, ну, естественно, их начальников. И мне кажется, что для того, чтобы действительно осуществлять эффективный контроль за системой, необходимо иметь право на защиту, советы защитников, которые должны иметь достаточное основание видеть все доказательства, когда заканчивается расследование. То есть те доказательства, которые собираются в ходе расследования, во-первых, в расследовании мешаться нельзя, но после того, как оно закончится, защита должна получить доступ ко всей доказательной базе и тем методом, как они собирались. Я думаю, в соответствии с этим надо разработать определенные процедуры и дать доступ, может быть, СМИ или же, может быть, какие-то… Мы знаем случаи, когда речь идет о государственной безопасности, и СМИ туда пускать нельзя. Но в массовых случаях СМИ, наверное, могут сыграть положительную роль и действительно надо дать им эту возможность выступить в виде такого вот общественного совета по защите. Я думаю, что надо здесь интегрированный подход использовать. У нас тоже есть случаи, когда люди боятся полицейских, скажем, афроамериканцы, поколениями уже живущие в определенных гетто, в определенных районах, они боятся полицейских. Во Флориде сейчас расследуется такой случай, когда молодой афроамериканец считал, что он ничего прохова не совершил, и просто вот по именно его принадлежности к афроамериканской группе его подвергли каким-то наказанием. То есть здесь, конечно, необходимо иметь очень сбалансированную систему. Во-первых, опора должна быть на средний класс, наиболее сознательные люди, люди с широким пониманием, люди в нашей стране. В Америке мы, конечно, хотим вовлечь все группы, но опора у нас делается на средний класс. Очень много в истории было случаев, когда определенные социальные группы ущемлялись. Работа прокуроров должна быть также активизирована в отношении всех случаев, связанных с нарушениями полицейскими. Мы не обязательно должны зафокусироваться только на таких больших случаях коррупции, необходимо расследовать все. То есть главное здесь не оставлять без внимания ни один случай. Помните, у нас был ураган Катрина, было огромное стихийное бедствие, и полицейские иногда даже применяли оружие для того, чтобы сдержать толпу, которая занималась грабежом. этих полицейских судили, и фактически это было доказательством того, что у нас никто не стоит выше закона, никому не позволено делать ничего. Есть очень чувствительные вопросы. у нас, скажем, в Вашингтоне у нас есть музей Холокоста, и мы возим наших полицейских в этот музей для того, чтобы просто показать, а что может произойти, если силой будут решаться все вопросы, то есть если сила будет поставлена выше закона. И еще раз хочу подчеркнуть, что только интегрированный подход, сбалансированный может решить этот вопрос. Да, я считаю, что Вы задали очень важный вопрос, и его надо к нему относиться очень серьезно, и очень важно, что Вы его задали. Его надо задавать как можно чаще, поскольку такие вопросы, они заставляют мониторить все, что происходит. Я вот говорил о работе Совета Европы по нарушениях определенных. Была конференция в Риме осенью 2011 года на нарушениями прав Чанта. это был мальчик француз, который права были нарушены, его с приемным отцом, и полицейский, система судов, общество не вмешалось, не поддержало, и фактически, когда все это закончилось, оказалось, что мальчику просто очень трудно было добиться правосудия. Но это было некоторое время назад. Сейчас и во Франции ситуация изменилась, и вот та конференция, о которой я говорю, организована Советом Европы, будут по следующей конференции, по и конвенции, которые проводят Совет Европы, то есть подписанные конвенции. На этих конференциях вот эти вопросы рассматриваются, разбираются, и ситуация меняется. В Исландии у нас, конечно, нет таких проблем, но по некоторым аспектам есть недоверие и к судебной системе, и к полицейским, особенно со стороны женщин, то есть в случаях насилия в отношении женщин. Как опросы показывают, этой системе не доверяют, и случаи якобы изнасилования не рассматриваются, их не принимают суды, потому что они как бы не доверяют доказательствам или же заявлениям, которые подаются. И когда я был министром юстиции, стал министром юстиции, и наши соответствующие органы просто организовали национальную дискуссию, мы проводили открытые конференции, в которых участвовали полицейские, обычные люди, обычные граждане, судьи, адвокаты, просто обсуждали эти вопросы, пытаясь действительно найти какого-то консенсуса по этим ситуациям. Вот, я думаю, тоже мой ответ, в чем заключается. Большое спасибо. Ну, если мне бы позволено что-то сказать, то я, во-первых, ваш вопрос воспринимаю так же, как позитивный момент, об этом нужно говорить, об этом нужно спрашивать. Единственное, что мне кажется, что, с одной стороны, категорически не допуская растягивания этих перемен на долгое время, с другой стороны, надо понимать, что любая реформа нуждается все-таки в каком-то периоде своей реализации. Бесполезно ждать за короткие сроки, даже за год, за два, к сожалению, бесполезно, существенных изменений того, что формировалось десятилетиями. Я должен вам признаться, что я еще, по сути, уже восемь лет назад, проживая в этом городе, тоже боялся полиции. Хотя я не афроамериканец, ходил с удостоверением заместителя прокурора города в кармане и с пистолетом под мышкой, но я все равно не чувствовал себя в полной безопасности по часам, по ночам, по крайней мере. Я хотел бы сказать, что, отвечая на ваш вопрос, тот редкий, редчайший, я бы сказал, случай, когда я полностью согласен с Леней. Я уверен в том, что действительно нужен подход абсолютно интегрированный и комплексный. Нужно и повышение зарплаты социального пакета, нужно, наверное, рассмотреть вопрос, рассмотреть опыт наших германских коллег о пожизненном, по сути, найме государственного служащего при отсутствии, с его стороны, компрометирующих поступков. Нужен серьезный надзор за исполнением полицейскими, хорошо оплачиваемым полицейскими свои обязанности. Нужна опора на средний класс. На самом деле, это ключевая позиция. Министр Нургалеев, когда сказал о том, что полицейские не с Луны прилетают в Россию, вызвал волну смеха и ерничества такого. А на самом деле он абсолютно прав. Какие мы, такая и полиция. Какие мы, такое и правительство. И так далее. Безусловно, уверен в том, что нужен очень серьезный общественный контроль. И формы его тоже могут варьироваться и усовершенствоваться. Ну и, наверное, все равно придется ожидать какое-то время. Тем не менее, конечно, мы должны активно, активно, очень активно действовать, чтобы беззаконие прекращалось. И мы к полицейскому относились как к защитнику, как к офицеру закона, как называют в Америке. Александр Ильич, вы будете нас учить о муразополе или воздержитесь? Я думаю, что в этом случае, если смотреть глубоко, то очень эта проблема действительно интернациональная, независимо от того, какой путь развития прошла страна. Потому что нет большой разницы, какой из составляющих ксенофобии будет решающим в этот момент. Понятно, что такая проблема существует в Украине и во многих странах, в которых мне удалось посмотреть на эту проблему. И понятно, что каждый ищет ее решение по своим рецептам, но при этом обязательно смотрит, как сработали рецепты в других странах. И только при синхронном развитии экономического базиса, развитии общественных отношений, можно будет говорить о том, что можно будет достичь результата, когда доверие к полиции, вообще к органам правоохранительным в обществе будет высокое. Я не знаю такой страны, в которой на длительную перспективу это можно было решить как отдельный сегмент, когда все остальное еще более проблематично. Спасибо. Их не много, но они всегда присутствуют. Всегда можно найти полицейского, всегда можно обратиться. И людей это убеждает, когда они их видят, что они защищены. Что даже небольшой полицейский участок всегда поможет, если что-то случится. Даже речь не идет о каких-то гангстерах, именно о мелких преступлениях, о мелких преступлениях. Если что-то происходит, их ловят очень быстро у нас. И вот, собственно, на чем основывается наша система борьбы с криминальным миром, то есть та система, которую мы используем, чтобы подорвать основу криминальной преступности. Ну, у нас, конечно, совершенно ничего еще не решено. У нас есть очень большие крупные преступные группировки. Про них многие слышали. Есть группы, которые насчитывают больше сотни, иногда тысяч человек. Я не могу сказать, что эти группы имеют какое-то очень большое значение, играют большую роль. Полицейские играют свою роль, но все равно преступные группировки у нас пока еще существуют. Большое спасибо. Спасибо большое, Александр Владимирович. Небольшой вклад МИД России в дискуссию. Константин Долгов. Если позволите, два взаимосвязанных вопроса господину Брёеру. Оба касаются прав человека и верховенства права. Как все-таки быть с теми американскими военнослужащими, их немало, которые обвиняются в очень серьезных нарушениях прав человека в Ираке и Афганистане? Ну, все эти дела, в общем-то, минувших дней, периода администрации Буша и администрация Обамы, в известной мере, дистанцировалась от этого, но все-таки обещали что-то сделать. Пока, как нас уверяют, в том числе, американские правозащитники, в общем-то, по сути, мало что сделано. До ноября месяца, до выборов, есть ли надежда на то, что какие-то шаги последуют? И второй вопрос хотел бы задать тоже господину Кларку, он затронул этот сюжет ливийский, но, видимо, придется вам, господин Брёер, отвечать за союзника по коалиции. Вышел очень интересный доклад Human Rights Watch, где много пишется о том, что все-таки били и по гражданским целям. Не только, конечно, по гражданским, не будем преувеличивать, но и по гражданским тоже. Была резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы с рекомендацией расследовать НАТО соответствующие инциденты, были другие решения международных структур. Какая позиция Вашингтона поддержит ли, в том числе, так сказать, через несколько дней на саммите в Чикаго? Очень жаль, что господин Кларк нам много рассказывал о том, как Великобритания щепетильно к этим вопросам относится, но будем надеяться, что будет у нас возможность у него узнать потом. Спасибо. Во-первых, я очень с большим уважением отношусь к расследованию всех нарушений прав человека. В 2008 году президент Обама очень четко и ясно дал понять, что ни при каких условиях нельзя разрешать пытки, жесткие меры. И буквально несколько часов назад мы уже об этом говорили, согласны вы или нет, транспарентность у нас присутствует. Раз идут дебаты, это уже показывает, что у нас есть система сдержек и противоречек, и это касается и судов. Говоря об этих конкретных случаях, ну, может быть, не четко вы их обозначили, но понятно, о чем идет речь. То есть, они были выявлены, такой случай в отношении компании Blackwater, которая прибегала вот к таким методам. И у них были лучшие адвокаты, положение было, решение суда было для них положительным, но мы подали апелляцию, и все это продолжалось. То есть, это показывает, что все происходит в рамках именно верховенства права. И мы видим, что здесь мы не даем, не делаем никаких компромиссов, мы будем беспощадно бороться с этими случаями. И что касается более конкретных ответов, то, что касается военнопленных и в Ираке, или в Афганистане, не знаю, кого конкретно вы имеете в виду, процессы сейчас идут очень активно. И, конечно, Джон Бранн недавно говорил об этом, и когда речь идет о борьбе с аль-Каидой, о представителях аль-Каиды, он очень четко сказал о том, что наши военные ни при каких условиях не будут нацеливать свои удары против целых групп людей, против населенных пунктов. Они будут выбирать именно конкретные цели. И, собственно, это касается и США, и наших союзников. И мы реально это показываем. И существует угроза, мы продолжаем с ней бороться. И у нас есть очень хорошо налаженная разведка, и в основном удары наносятся по очень точечным целям, конкретным целям. И, возможно, важно отмечать тот уровень детализации, который предоставляется, и транспарентности, который обеспечивается при принятии этих решений. Наверное, нельзя говорить, что все так уж идеально, что все уже решено. Но, действительно, подход должен быть достаточно сбалансированным к борьбе с терроризмом. И вот такие случаи насилия, они, конечно, должны пресекаться. Спасибо. У нас состоялся достаточно интересный диалог о верховенстве права в обеспечении безопасности. У меня вопрос следующего характера. Во-первых, он обусловлен двумя причинами для того, чтобы напомнить о гендерной политике. И второе, это очень интересно в правовом аспекте. Вопрос, наверное, для всех спикеров. Как Вы считаете, возможен ли приоритет при обеспечении какого-либо вида безопасности, национальной безопасности, я имею в виду экологическое, экономическое, информационное, общественное, государственное, которое мы сейчас обсуждали? Я не представилась. Какой из видов безопасности важнее, Вы считаете? Да, да. Возможен ли этот приоритет? Можно ли выделять какие-то из видов? Простите, я не представилась. Кулзабаева Занат, Институт законодательства Республики Казахстан. Спасибо. Кто хочет ответить? Можно ли вырвать из общего контекста безопасности какой-либо из ее видов? Экологическое, технологическое, техногенное, военное, криминогенное, защита прав человека. Что может быть абсолютным приоритетом? Ничего. Пожалуйста. Ну, если говорить о значении, о приоритетах, Вы на самом деле, конечно, назвали самые важные приоритеты безопасности. Вы говорили, здесь можно говорить тогда об угрозе нашей планеты и будущей жизни. Наверное, это тогда касается экологии. Но тогда, наверное, нужно вспомнить и продовольственную безопасность, и все это взаимосвязано. Мы развиваем глобальную экономику, где какой-нибудь йогурт или молоко или молочные продукты перевозятся на расстояние во много сотен километров. И это, конечно, имеет и экологические издержки. Ну, многое необходимо переосмыслить. Может быть, надо начать с самого начала. Но не стоит снижать значение безопасности. Очень важно, на самом деле, дать четкое определение того, что такое безопасность. В конечном итоге мы хотим быть защищенными и чувствовать себя в безопасности и в семье, и в доме. И, кроме того, мы хотим чувствовать себя защищенными и относительно нашего будущего. Иногда у меня возникают некоторые сомнения или даже опасения по этому поводу, когда государства, в первую очередь большие государства, начинают до изнеможения любить эту борьбу с терроризмом. Вы знаете, меня несколько беспокоило то, что администрация Буша и российское правительство настигли столь тесного согласия по вопросам борьбы с терроризмом с Алькаидом или еще с кем-то. И мне кажется, что здесь необходимо четко помнить о очень опасной границе между правами человека и безопасностью государства. Именно поэтому открытость и отсутствие опасений в затрагивании различных вопросов и проблем, они очень важны. Поэтому мы благодарны нашим российским коллегам за организацию этой конференции. И, наверное, очень важно проведение других конференций, где будут обсуждаться эти вопросы без каких-либо оговорок и без страха за свои интересы. Надо говорить и Россию, и Гуантана, и именно здесь требуется больше открытости и больше бесстрашия. Вопросы, наверное, это будет уже, скорее всего, последний вопрос, и мы подведем итоги нашего обсуждения. Работает. Я из Исландии, и, может быть, я более подробно скажу о том, о чем говорил мой коллега из Исландии, и о недоверии женщины к судебной системе. Возможно, это оправдано было и тем, какой опыт получают женщины при обращении в судебную систему. Очень важно говорить о том, что безопасность для одного человека значит нечто другое, другое, и другой человек может иметь совершенно другое представление о безопасности. Мы говорим о безопасности дома. Это очень актуально для женщин. Если речь идет о насилии, которое совершается в отношении женщин дома, это отсутствие безопасности. Я бы хотел, чтобы все представители различных государств рассказали о передовой практике, что необходимо здесь делать. Потому что, как мне кажется, что системы правосудия и судебные системы не могут пока дать адекватного ответа на вопрос о том, как обеспечить безопасность индивидуа. Ну, было бы очень полезно, если бы в полиции служили женщины, и в генеральной прокуратуре служили женщины, и работали женщины. Потому что они могут прочувствовать ситуацию гораздо лучше, чем мужчины. И это хорошее условие, хорошая возможность избежать виктимизации женщин. Вот то, о чем Вы говорили. Нам необходимо доверие к системе. Потому что, например, в Германии ситуация такая, что большое количество случаев насилия в отношении женщин замалчиваются, и никто не заявляет в полицию о таком насилии. Ну, вот у нас был скандал в Германии относительно сексуальных приставаний к маленьким детям. И, собственно говоря, некоторые жертвы собирались с духом довольно долго, и говорили о насилии совершенном в их отношении лишь 30-40 лет спустя. Им потребовалось время для того, чтобы начать доверять системе. Ну, на самом деле, большую роль здесь играет и церковь. Романо-католическая церковь играет большую роль, протестантская церковь играет большую роль. Школы, учителя также принимают участие в развитии доверия к системе. Ну, мне кажется, сейчас мы достигли того момента, когда жертвы насилия готовы говорить о совершенном в их отношении насилии. И, конечно, в любом случае было бы хорошо, если бы женщина-полицейский или женщина-прокурор занимались расследованием того или иного случая. Я говорю, это как мужчина. Я думаю, что в этом случае было бы проще работать женщинам с жертвами насилия. Я бы, может быть, повторил бы то, о чем я говорил ранее. Должно быть воспитание, образование, комплексный подход и транспорентность. Насилие в семье, домашнее насилие. Насилие в отношении детей и женщин. На самом деле, проявляется в самых разных формах. Нет какого-то универсального рецепта. Мы видим, что насилие проявляется в самых разных социальных группах с разным уровнем доходов и образования. Буквально недавно у нас в Конгрессе шла борьба вокруг закона о борьбе с насилием в отношении женщин. Были обновлены некоторые положения, которые говорили об образовании, выделении дополнительных ресурсов на эти цели. У нас во многих наших представительствах в Министерстве юстиции на местах работают очень хорошие эксперты. У нас сейчас вообще принята политика нулевой терпимости к таким случаям. Если выдаются заявление о насилии, полиция должна осуществить арест. Они на месте не могут принимать решение, было ли насилие или нет. Потому что в этот момент, например, женщина побоится просто давать какие-либо показания. Поэтому необходимо вести широкую просветительскую работу и в школах, и в больницах. Надо говорить о создании убежищ для женщин, где они могут найти убежище во время расследования того или иного дела. Я думаю, что эта проблема очень серьезная. Я предлагаю начать подводить некоторые короткие итоги нашему обсуждению. И я предлагаю это сделать так. Я еще раз сформулирую те мысли, которые мне кажутся неким плодом нашей дискуссии. И потом, если мои уважаемые коллеги, спикеры захотят, предложу им высказаться буквально по два слова по поводу услышанного, по поводу сформулированных идей. Итак, мне кажется, что мы пришли в сухом остатке к некоторым следующим выводам, результатам, о которых я уже в частности говорил. Первое. К выводу о категорической недопустимости, о законении или даже любого вида тиражирования. Любого вида произвола. Даже несмотря на то, что этот произвол может быть или казаться на какой-то конкретный момент времени эффективным. Второй вывод. Это вывод о том, что мы должны разрабатывать некий дополнительный нормативный инструментарий. и как в терминах норм, конвенциональных, двусторонних, так и в терминах гармонизации практик, поиска общих подходов к решению общих проблем. Наконец, третий вывод, который, как мне кажется, мы можем также считать нашим общим достижением, это то, что очень многое в обеспечении необходимого баланса верховенства права, гарантии прав человека, с одной стороны, и эффективной борьбы с угрозами безопасности человечества с другой стороны за счет так называемого общественного консенсуса, за счет наличия в обществе единых подходов и оценок по поводу тех или иных угроз. Я, опять-таки, не говорил о каком-то тотальном оболвании войны нации. К сожалению, многие из присутствующих здесь представители стран в своей истории такие вещи наблюдали, и добро бы они не заканчивались. Но вот я хочу, может быть, завершить, подвести некий итог нашей дискуссии, которая мне лично показалась очень интересной. Одним коротким примером. Можно по-разному относиться к тому, что делают сегодня США, но во время моей последней поездки в Вашингтон в феврале я в свободный вечер пошел на хоккейный матч. Кстати, пока мы тут с вами заседаем, на чемпионате мира в Словакии обыграли канадцы, а Россия мучается против Норвегии, играет в ничью после двух периодов. Так вот, в перерыве того хоккейного матча на довольно большом табло показали двух девушек, довольно молодых женщин, одетых в обычную casual одежду, но при этом сопроводив эту картинку информации, что это молодые офицеры армии США, которые выполняют свою боевую миссию где-то в каком-то из уголков планеты. Если я правильно понял, комментарии, они не совершили даже никаких подвигов особых, они просто служат в армии и защищают идеалы своей страны. Так вот, 15 тысяч болельщиков встали и несколько минут овации аплодировали, поддерживали, честовали этих двух девушек. Я думаю, что это говорит о чем-то. Я не говорю, что все должны делать именно так, но это о чем-то говорит. Говорит о том, что в нации есть определенное общее понимание, по крайней мере, по некоторым вопросам. Я рад тому, что и в моей стране тоже есть такие примеры, когда люди поддерживают друг друга, когда за считанные минуты они могут собрать миллионы рублей на проведение срочной операции для ребенка или находят общественный консенсус по решению целого ряда вопросов все чаще и чаще, как на муниципальном уровне, так и на уровне отдельных предметов, актуальных для всей страны. Я думаю, что в этом залог, возможный залог нашего успеха. Мы должны двигаться к этому единению не во всем, не к наталитарному единению и единомыслию, а к единению в самых важных вопросах. Борьба с угрозой безопасности человечества безусловно, один из важнейших вопросов нашего бытия. И, наконец, последнее. Как к этому прийти? Мне кажется, что, опять-таки, наилучшим образом высказался на этот счет в своей последней реплике, последней сегодня, а не в целом, на нашем форуме, уважаемый господин министр из Исландии, сказав о том, что мы должны быть более открытыми и вести как можно более продуктивный диалог. Я думаю, что как раз в этом залог нашего возможного успеха. Мы должны с пониманием относиться к практикам друг друга, к взглядам друг друга. Мы должны избегать штампованных подходов и вырывания из контекста определенных ситуаций в каких-то кажущихся нам выгодными сегодня случаях и оставлять на потом то, что нам кажется сегодня неважным и незначимым. Все сегодня важно и все значимо, потому что мир глобален. Наша задача, чтобы как можно больше людей, групп людей, стран, союзов этих стран осуществляли себя инсайдерами, а не аутсайдерами того общего, очень важного процесса, о котором мы сегодня говорили без малого три часа. Я благодарю всех, кто принял участие в дискуссии. Очень активно, интересно было слушать ваше мнение. Благодарю всех, кто вытерпел эту дискуссию. Ну и надеюсь, что сегодняшний день, может быть, чуть меньше активный со стороны аудитории, будет в свою роду подготовкой, накапливанием силы, энергии для исключительно активной и по-настоящему эффективной работы завтра в ходе основного рабочего дня форума. Спасибо вам за внимание и успехов!